Прежде всего хотел бы сказать пару слов, что сегодня мы уже традиционно встретились в Полтавском художественном музее Виктора Бажана, и пусть небольшой, но это наш коллектив. И уже в последнее время, последнее время, это несколько лет, что сложилась у нас добрая традиция, что все вещи, которые поступают в музей, все предметы искусства мы обсуждаем. Лечь, о чем они поступят в экспозицию. Уже хотелось бы представить, конечно, вам во внимание с самого начала, что готовое экспертное заключение. Вот работа поступила со следующими исходными данными. Прежде всего, это неизвестный художник, но мы видим традиционное украинское усилие. То, чего нельзя у нас украть, если эта работа уже атрибутирована 19 веком, художник неизвестный, что в то время очень часто было. Но тут мы видим наши национальные традиции. Мы видим то, что у нас уже сегодня нельзя украсть. Наверное, время, то, в которое поступило в музей эта картина, очень знаково для всех, для нашей истории, для того, что происходит сегодня, очень прискорбно. Но если говорить о истории в общем, то, наверное, мы не потеряли нашу историю. Мы же не шли и по дороге потеряли куда-то. У нас просто ее украли. У нас просто последние 372 года, наверное, пытаются ее украсть и объяснить нас нет. То картина нам четко представляет, что есть у нас история, есть у нас национальные традиции, есть у нас украинская свадьба, которая была, есть у нас украинские иконы. 300 лет украинская икона была предана анафеме. И вот мы сейчас видим, что в 19 веке четко видно, четко размещены и тайна вечеря, и все иконы, представленные даже на этой картине, четко видят. Ну, хотелось бы несколько слов, конечно, услышать Владимир Александрович. Владимир Александрович, как вы считаете, то, что сегодня она попала к нам, вот ваше мнение очень важно? Эту картину я практически вижу впервые. Она привлекает с собой внимание, взгляд на события, которые здесь происходят. Такое впечатление, что ты вроде бы тут рядом, как-то участвуешь. Это сельская свадьба, это иконы в красном углу, это лик спасителя, здесь иконы святых, имена которых носят, видимо, те, кто здесь проживает. Здесь есть, не знаю, как их правильно назвать, дружки, опоясанные через плечо, вернее, с рушниками. Икон достаточно много, они и здесь, и тут расположены. Ну, это радует верующая семья, верующий род, и попадаешь в то время. Теперь у меня появилась мысль. Теперь надо изучать, какой была украинская свадьба, какой был церемониал, если можно так выразиться. Я теперь это буду исследовать, благодаря вот этой картине. Кто приглашался, какая последовательность была. По-моему, даже Котлеревский занимался этим. Придётся и нам вернуться к этому времени. Ну, я сейчас говорю о себе. Можно даже посмотреть, как художник подметил. В окна заглядывают, видимо, подростки. Ну, судя по... Ну, невысокие они, дети. Подсматривают за свадьбой. Наверное, всегда так было. Во все времена. Люди, которые здесь изображены. Ну, настоящий казак. По прическе, по усам, по одежде, с люлькой. Ну, свой человек. Здесь какой-то совет. Что-то обговаривают, разговаривают. Тут молодые люди тоже прижались друг к другу. Наверное, тоже мечтают о свадьбе. Ну, это, ну, как бы на вскидку то, что я вижу сейчас. Ну, повторяю, придется теперь готовиться и изучать этот период, эти свадебные обряды. Думаю, что немало интересного мы могли бы почерпнуть для... с точки зрения эмоций, истории, ну, и радости, конечно, в конечном итоге, так же, как и радость эта изображена на этой картине. У меня такие мысли по поводу этой картины и любой другой картины. Картина – это же не для людей, каких-то особо интеллектуально продвинутых. Картина – это эмоция, это живая эмоция. И эта эмоция должна попадать в любого человека. В любого, абсолютно любого, самого среднего троечника в школе. Вот я смотрю на эту картину как троечник в школе, потому что я не искусствовед и я не специалист. Ну, самое первое, вот обращаю внимание, это светлый фон стен и иконы с золотом, как бы, это на переднем плане. Значит, я так понимаю, это просто торжественное событие. Я смотрю, вот двое молодых стоят с серьезными лицами. И их лица показывают то, что это для них важное событие. Здесь, тут, судя по всему, это отец этих молодых. Вот он, как отец, он дает напутственное слово, а это, видимо, это мать, мать. То есть, это отец и мать. Вот отец дает напутственное слово, а мать занимается хозяйством, как обычно все матери. Здесь, это сидит их дедушка. Дедушка, бывалый человек, он казак, он воин, он уже устал от жизни, и единственная его радость, это трубку покурить. Дальше там, там за окнами, там народ. То ли это дети, то ли не знаю кто. То есть, они заглядывают в счастье. Это окно в счастье. Ну, давайте посмотрим, кто тут сидит дальше. Вот сидят люди, ну, им запися. 55 лет. То есть, они уже такие бывалые люди, и для них это уже не свято. Они думают, где бы выпить, закусить, там земное, не возвышенное, а земное. Если для них это возвышенное, то для них земное. Здесь сидят кандидаты на вот эту должность, двое молодых на свадьбе, они как бы вступают тоже в эту пору, когда нужно создавать свою семью. Здесь, видимо, девушка одинокая. Это на каждой свадьбе. Это как бы, это модель любой свадьбы. Девушка одинокая, она тоже хочет жениха, но у нее нет жениха, она же сама сидит. Тут еще подруга, тут, видимо, это ее подруга, но у нее в глазах еще нету, она не играет. То есть, не играет как женщина. Это уже как женщина, она уже готова рожать детей, а это еще не готова. Ну, здесь это же сидит, это дружка, как бы, серьезное лицо такое, как бы, особо ничего не выражающее. Значит, вот эти два парня в этих белых, значит, повязках, ну, это же нужно знать обычаи, это я не знаю, как, ну, что они как бы выражают. На столах мало еды, мало еды. Видимо, это какое-то предварительное, предварительное, как бы, это не гуляние еще. Это, возможно, напутствие перед тем, как они пойдут в церковь. Если в целом вот так взять, белое, золото и по центру вот эти два молодых человека, это путь в новую жизнь. Это картина, это вхождение в новую жизнь. Это я, как троечник, как человек, который не понимает, что такое искусство. Я не искусствовед. Я смотрю просто, какие эмоции вызывает у меня вот этот материальный артефакт. Вот все, что я хотел сказать.